Продолжение следует... Я разделил описанные сейчас, Василович, в доступных мне источниках мифы о порогах больших рек на такие, которые связаны только с ландшафтом и с природой, и типологически явно более позднее, связанное с какими-то техническими изобретениями, то есть с тем или иным видом технологии, ну скажем, после неолитической революции. Значит, я начинаю с, собственно, природных мифов и начинаю с того, что сам отчасти исследовал, наблюдал во время экспедиции в Западную Сибирь, давно уже, собственно, 50 лет назад состоявшиеся. Тогда я и мои коллеги занимались исследованием мифов этого типа у кетов, инисейских остяков и некоторых соседних с ними народностей. Я вам кратко изложу суть мифов. Сами мифы и сказки этого рода с тех пор много раз опубликованы, описаны, так что нет нужды деталей сейчас входить. Но изложу суть, скажу только, что эти мифы выглядят чрезвычайно похожи на целый ряд аналогичных мифов, найденных вообще в Сибири и также в ряде ареалов Америки. И, как вы знаете, сама идея Сибиро, американской мифологии в последние годы стала очень популярной. Отчасти популярной стала и лингвистическая часть этого сопоставления кетского с некоторыми американскими индийскими языками. Я буду всё это иметь в виду, но не буду говорить подробно, поскольку это всё довольно подробно отражено в интернете, и легко всё это найти. Значит, основной кетский, инисейский миф связан с некоторой исторической реалией, о которой я хочу немножко сказать. Ну, инисей – огромная река. Первое впечатление до сих пор помню хорошо. Всё-таки эта река, как море, действительно гигантская, от одного берега до другого, прямо по описанию Гоголя. Какая-то немыслимая шит. Большая река, опасная река, могу об этом сказать. Много раз об этом рассказывал, поэтому просто упомяну для тех, кто не слышал моих предыдущих рассказов. Когда-то лодка, на которой часть нашей экспедиции, где я был руководитель, увы, поэтому на мне лежала ответственность за то, что случилось. Когда наша вся эта группа находилась в очень большой лодке, со всем нашим снаряжением, по вине матросов, которые не отцепили нас от судна, на котором мы доехали до определенного места. Это в районе, где остров Комсона и Инисея. Лодка перевернулась, и я всплыл у дна этой лодки, потом руками ощупывал, как мне добраться до края. Так что я думаю, что то обстоятельство, что я не утонул, учитывая то, что там не было всякое снаряжение, рюкзак с сохранившимися, но промокшими чрезвычайно. Сейчас можно видеть записками пакетской мифологии. Вот все это тогда удалось пережить, и могу сказать, что это действительно огромная и очень опасная река. А мы высаживались с намерением познакомиться и описать одного черного шамана, который наутро мне объяснял, почему шаманам необходимо убивать, например, топить людей. То есть он как бы себе приписывал заслугу несостоявшегося утопления. Так или иначе, я могу удостоверить, что человеческие впечатления от Инисея до сих пор, конечно, весьма впечатляющие. И вот примерно в этом районе находится группа порогов, которая мало того, что она очень опасна и, конечно, затрудняет обычное передвижение небольших кораблей. Корабли проходят легко, а такие более мелкие судна двигаются уже с трудом. Кроме того, такое страшное место окутано массой суеверии, связанных, в частности, с изменением цвета воды. Вода вот в области этих порогов красная. Я из тех мифов, которые просмотрел для сибирского ареала, для части Северной, части Средней и Южной Америки, был поражен тем, что именно красный цвет воды возле порогов для мифов, во всяком случае, почти постоянен. Я не думаю, что во всех случаях действительно имеются красные камни или какие-нибудь красные водоросли, но это становится какой-то такой общей чертой мифов. Ну и как вы понимаете, в мифологии это сразу переоценивается как кровь, А следующее, что делает мифология, это кровь объясняется как кровь некоторого сверхъестественного существа. И в тех мифах, которые наша экспедиция записывала у кетов, это существо, это свергнутое с неба, бывшая жена главного бога, у кетов сейчас монтеизм. Но как бы исторически предполагается, что было два божества, и вот одно из них неизверженно с неба. Какой-то такой занятный, очень старый вариант падшего мифологического образа. Ну, в кетском варианте это, значит, главный бог эсь, эсь это по-кетски небо, ну и солнечное небо. То есть по значениям довольно близко к эндоевропейскому корню, да и никакой связи нет. А этимология есть для такой большой макросемьи, которую предположил для енисейского староста. То есть это старинная часть такого мифологического словаря. У эся по мифам была жена, имя которой Хоще Дем, это сложное слово, первоначальное синтаксическое слово, то есть первоначальное сочетание двух слов, обозначение такой вот главной женщины, которая наверху находится. У них был сын, который заболел по вене Хоще Дем, она его выпустила гулять на морозе, как кет, и мне поясняли, это был 62-й год, как раз эпоха полётов в космос начавшихся. Они мне говорили, ну ты же понимаешь, в газетах пишут, что там очень холодно. А Хоще Дем вот это не знала, и поэтому она пустила сына гулять без рукавиц, а он замёрз, руки заморозил, заболел. Там разные варианты. Дальше этого мифа не важно, если честно для меня, важно то, что она была свергнута вниз. И дальше существует достаточно длинная история про то, как Хоще Дем преследовали. Она уже земное существо, земное, очень опасное для людей. Дальше описание мифологической охоты. Хоще Дем бежит от преследователей, и пороги вот в этом страшном месте образуются от движения этого мифологической женщины, но уже описывающейся как чудовище. Чудовище бежит вниз, как бы прокладывая путь для реки, но чудовище раненое истекает кровью, и эта кровь – это то красное, что видно возле порога. А дальше она все-таки спасается от преследований. Она добегает до того места, где Енисей впадает в Северный Ледовитый океан. И сейчас она живет на острове Диксон. Я просто вам сообщаю сведения, полученные мной непосредственно от черного шамана. И он сообщил, что его, в частности, задача… Он сравнительно молодой тогда был ему, тогда было года 32. Его, в частности, задача – это кормить хоще дэм. Она питается душами мертвых. Поэтому основная задача – это увеличить число умерших, погибших, утонувших. Но это конец ее бега вниз. Я рассмотрю, перехожу к такой части, касающийся обсуждения того, как исследовать подобные, но и другие мифы. Я предлагаю рассматривать следующую ситуацию. Для мифов, в которых нет первоначально элементов, связанных с материальной культурой племени, как в данном мифе, описываются только природные явления. Природные явления реальные, которые мы все сейчас наблюдаем. Это огромная река, пороги на ней и вода определенного цвета. Что добавляет к этому миф? Миф добавляет мифологическое существо. То, что это существо, не извернутое с неба, в данном случае не так важно. Хотя в некоторых других мифах тоже повторяется. Но вообще, хотя у самых разных народов, особенно почти у всех индейцев, так или иначе, пороги связаны с разными мифологическими созданиями, но они совсем не обязательно соединяют небо и землю. Есть и, собственно, земные мифологические существа. Значит, добавляется мифологическое существо, чудовище, добавляется то, что оно раненое, и то, что имеет место волшебная охота. То есть, по классификациям фольклорных мотивов, этот сюжет включает в себя волшебные сведения о реке, волшебные сведения об особого рода воде, о порогах, камнях, которые находятся в воде. И это все описывается с помощью такого мифа. Вы знаете, я испытал довольно много технических трудностей, разыскивая вот те мифы, которые похожи на этот Керский. Значит, их очень много. Существует большое количество описаний, современных описаний мифов. Значит, я обращаюсь с вопросом к тем слушателям, которые занимаются компьютерными задачами. вопрос мой такой. Можно ли упростить для нас специалистов по мифологии, фольклору, семиотике, мифов, упростить нашу задачу, сделав относительно полные словари мифологических сюжетов, отличные от существующего эзотерического языка специалистов по мифологии. Если вы посмотрите существующие словари, они выглядят так. Жена Патифара. И вам будут сообщать сведения о том, что у всех народов мира есть мифы, похожие на историю Патифара, изложенные в Ветхом Завете в Библии. Но сюда попадут разные мифы, которые не имеют в виду никакую конкретную эпоху и конкретное время, тем более место. Или, скажем, также дается миф «Бременские музыканты». И все, что на это похоже. Значит, мне кажется, что первая такая существенная задача была бы упростить способ описания мифов таким образом, чтобы можно было их просто понять с точки зрения общепринятого языка. То есть, скажем, я бы для мифов о каменных порогах хотел иметь возможность находить слова «камень», «миф», «вода», «река», «цвет» или «красный цвет». И тогда я бы легко нашел пересечение то, что я вам сейчас изложил. В теперешнем очень хорошем, принятом для специалистов методе индексирования может разобраться только тот, кто потратил много времени на понимание каждого из специальных обозначений. Я вам приведу конкретный пример. Значит, у нас в «Кунсткамере» работает замечательный специалист по географии и истории мифов Березкин. Он сейчас напечатал несколько книг. Одну из первых я сопроводил своим предисловием, это «Мифы заселяют Америку». Давно написана его работа. Значит, каждая работа это собрание карт, по которым вы можете определить, как мифы сейчас представлены в мире, в разных частях мира, на разных континентах. Одна из последних работ посвящена Африке, она полностью есть в интернете, так что, если вас интересует на слово «Перезкин Африка» найдете полный текст, где большая библиография всех его предшествующих публикаций, очень много конкретных статей, которые он в книгах не повторяет, поэтому, если вы будете каким-то конкретным вопросом заниматься, то надо просмотреть большое количество разных его работ. Он пользуется более или менее одной из принятых систем классификации, кроме того, предложил собственную систему, большой его сайт, где вы можете тоже попробовать поискать интересующие вас мифы, это часть большого сайта всей группы Старостина, собственно, Старостиных, теперь, потому что после смерти Сергея Анатольевича Старостина, его сын Гоша продолжает этот сайт. Вот сайт этот Тауров Бейбл или Старлинк собака ринет.ру Вот там огромный сайт, посвященный всем мифам. Он есть по-английски, есть по-русски. Значит, мой вопрос, ну, если позволите, даже такая теоретическая задача, которую бы я хотел поставить перед нашими специалистами по компьютерной обработке текстов и словарей, вопрос такой. Нельзя ли упростить или сделать все-таки возможную действительно подробную работу по сравнительной мифологии, переориентировав нас от специальных указателей, рассчитанных на специалистов, на вот такой общечеловеческий способ описания мифов по названиям основных частей мифа, потому что обычно в мифе упоминаются всем известные вещи, которые можно называть обычными словами языка. Нет нужды в специальном бета-языке. То есть то, что он выработан, это особенность этой науки, как и других коммунитарных, таких наполовину псевдонаук, потому что если вы пользуетесь этим эзотерическим языком, то вы хорошо разбираетесь в мифах, но отгораживайте себя от специалистов, которые не занимаются именно этими подробностями. Ну, это такой общий вопрос, он у меня связан с тем, что я много раз предлагал начать делать, а именно с идеей симболариума, потому что мне представляется, что в симболариуме имеет смысл оперировать не, ну, грубо говоря, женой Путифара, как единицей симболариума, а все-таки разложением этого мотива на простые слова, из которых на самом деле он может состоять. Ну, это вот вопрос к вам, я был бы рад, если бы сегодня кто-то из вас выступил на тему о том, значит, реально я бы хотел что получить, скажем, взять хотя бы часть очень подробных русских пересказов, мифов практически всех народов, всех основных частей света, которые сейчас есть вот в этом огромном потоке, который вышел из-под пера Березкина. У него там есть ссылки на все другие публикации, не только его, так что можно потом это решить, но хотя бы для начала ограничиться его русскими публикациями. Для этого иметь бы компьютерные слова, ну, примерно из нескольких сот слов, может быть, для начала просто существительных. Ну, вот я вам приведу пример из того, что реально есть в его теперешних индексах, для того, чтобы вам было понятно, в чем трудность и какая задача. я, естественно, стал искать в классификационном индексе самого Березкина, который он специально разработал и прилагает ко многим своим публикациям, камень. Нашел. Камень есть в таком сочетании, которое важно и для моей темы. Утонувший камень. Значит, речь идет вот о чем. очень большого числа народов, которые образуют некоторые единые целые. Но я вам напомню, для тех, кто не читал самого Березкина, я напомню, что Березкин предлагает некоторое описание истории всех мифов, всех народов мира, исходя из идеи, что человечество все происходит из Африки, соответственно, нужно выяснить, в какое время, когда, какие группы мифов, ну, а значит, и народов, которые этими мифами пользуются, как именно распространялись из Африки. Значит, вот, в частности, миф Хошедем это один из тех мифов, которые попадают в описание движения части древнего человечества в сторону Южного Алтая, Юго-Западной Сибири и Средней Азии, а дальше через всю Сибирь на область Беренги, где тогда еще нет Беренгового пролива, а есть сухопутный берешей к Америке и дальше распространение по Северной Америке и по Южной Америке. Предполагается, что какая-то родственная группа в это же время распространяется не к центру и на север от Средней Азии, к центру Евразии и на север к Средней Азии, а идет также, начиная с того серединного места Африки, где сейчас Эфиопия и Сомали, значит, первые выселения в район Южной Аравии и дальше по морской конечности Индийского океана в сторону Индонезии, и дальше эта группа доходит до океана, что сейчас очень важно в свете новых генетических открытий, которые все беретки на 4. Так вот, для южной части Африки, к югу от экватора, для Австралии и некоторых окружающих районов, для Сибири и для Америки характерен вот какой мифологический мотив. Я толкую сейчас его обозначение у Березкина, но это мотив связанный вот с тем, что я рассматриваю пороги в реке. У Березкина в общем виде это называется утонувший камень. Суть его результата исследования вот какая. Березкин старается восстановить миф с его первоначальной мифологической функцией. Мифологическая функция мифа это объяснение какого-то из важных явлений современного мира, как их понимает в свете мифологии человек. То есть мифология исполняет роль того, что для интеллигентного человека сейчас современный мир наука. Люди смертны. Мифология задает вопрос почему? Почему люди смертны? ответ потому, что камень оказался в воде. В общем виде отсюда утонувший камень. А когда он оказался в воде, естественно, что он оказался на дне воды, на дне реки, например, иногда море. я бы, конечно, хотел, чтобы слово камень было основным, по которому я бы нашел этот миф, вероятно, второе, что надо было бы постараться при записи этого мифа сохранить, из существительных было бы вода, по той причине, что в разных вариантах мифа существенно то, что речь идет о жидкости, которая, скорее всего, интерпретируется как кровь, но если она не кровь, то она слезы. И это как бы два варианта одного и того же мифа. в общем виде это какая-то жидкость типа воды, которая выделяется из человеческого тела. Потому что Хочедем в мифе, который я вам пересказываю, это, прежде всего, женщина, которая бежит, за ней охотится, поэтому ее ранят и течет ее кровь. В каких-то вариантах это будут ее слезы. И слез так много, что образуется целое море слез и так далее. Несколько вопросов возникает. Вопрос возникает вот какой. Понятно, что противопоставление жизни-смерть общечеловеческой есть во всех мифах, так или иначе отражено в большинстве мифов, и многие мифы дают разные объяснения жизни и смерти. необходимости смерти, отсутствия бессмертия. Во многих мифах, которые я имею в виду, это или ошибка того, кто бросил камень в воду, или сознательно плохой поступок, который приводит к тому, что люди смертны, или это нечаянное происшествие, но существенно то, что камень оказался в воде. Значит, с моей точки зрения, мне было бы важно понять, что это может быть одним из вариантов общего случая, а именно наличие порогов в реке. Мифологическая река это тоже достаточно общее понятие, и мифологические пороги, каменные пороги, общее понятие. Теперь я хотел бы немножко поговорить о красной воде. Значит, красная вода это кровь. По-видимому, цвета играют колоссальную роль в древних мифах. И часто, как в моем мифе, это непосредственное восприятие того, что действительно есть в данном ландшафте. То есть, это реалистическая картина. Там другой вопрос это причина, почему это красные камни, красная растительность в воде, почему-то какой-то физический фактор, который способствует такой окраске воды. Если это не кровь, тогда слезы. тут в этом я заинтересован уже как лингвист. Потому что много лет я наблюдаю одно явление, которое встречается в разных языках, которое заключается в том, что название слезы во многих языках имеет корень одинаковый с корнем для названия воды. В частности, в древних индоевропейских языках слова типа санскритского асера, в ведах это асерка, гетероклистическая существительность среднего рода. Оно имеет значение кровь в ведийских ритуалах, но в форме асера, в сакральных древнеиндийских санскритских текстах имеет значение слеза, и это значение в обоих смыслах, то есть в смысле кровь и в смысле слеза повторяется в других древних индоевропейских языках, но включая там хецки, которыми я специально занимался в том числе и в целом ряде других языков. Ситуация на самом деле довольно сложная. Этим вопросом занимался упомянутый мной Сергей Анатольевич Старостин. А именно он занимался и обсуждал этот вопрос в частности со мной. Он занимался индоевропейским названием, которое вы все знаете в английской в форме тия. Тия. Ну, вообще общегерманское слово со значением кровь. Слово несколько аномальное в индоевропейском, потому что оно существует в двух вариантах и в тех языках, которые славянские языки заменили его. Слеза это слово более позднего происхождение. А в тех языках индоевропейских, которые ближе всего к славянским, а именно в балтийских языках, в литовском и в латышском, слово не имеет начального согласного типа. Ну, английское это происходит из индоевропейского до звонкого. вот эта до звонка исчезает и в целом ряде языков, включая древние языки, там вот тахарские языки на территории китайского Туркестана, как балтийские не имеют этого начального до. Старостин, занимаясь историей этого индоевропейского слова, в это время занимался с точки зрения своей теории макросемей. Вот тем самым родством кетского и других инисейских языков с американскими и индийскими, которые я упомянул вначале, что сейчас этим в последние годы очень много занимаются на Западе. Как-то пропустили в свое время открытие старостей, а сейчас это стало как бы новой гипотезой, которая приписывается некоторым другим ученым. Дело даже не в этом, а в том, что этим сейчас очень много занимаются. Похоже, что можно реконструировать, представьте, такое пока не очень хорошо объяснимое явление. Я выяснил, что эта идея была высказана еще до старости, но потом несколько раз повторялось. Слово по происхождению принадлежит к той макросемье, которая занималась со старостью, то есть той семье, которая может быть включает не только инисейские языки, но китайские, тибетокитайские, северокавказские, надены, на территории Аляски и Канады. И в этих языках первоначальная форма, вода. я так без больших фонетических деталей скажу, что-то вроде корня типа Дерек, Дерек и вторая половина Ур имеет, по-видимому, первоначальное значение вода. Ур это очень древнее название для воды вот в огромной макросемье языков установленных старостями. Вода глаза. То, что среза это вода глаза, это универсально, это повторяется в десятках разных семей языков и понятная вещь. Вода глаза, в отличие от другого типа жидкости внутри человека, вы понимаете, что это связано с древней натурой философии, которая потом продолжается в некоторых ранних греческих философских, ну и соответствующих и древнеинзийских философских взглядах. Значит, существует несколько разных типов жидкостей внутри человеческого типа, ну типа слезы и крови. Значит, слеза и кровь это разные варианты воды внутри человеческого тела, и соответственным образом они обозначаются в древних языках и в древней мифологии. Значит, тот факт, что вода в реке, в великой реке, в которой есть пороги, может быть водой из человеческого тела, сразу приводят к тому, что миф начинает создавать дальше некоторый сюжет, объясняющий, что это за антропоморфное существо, существо типа человека, или какое-то животное, которое устроено похоже на человека, и каким образом это животное виноват в том, что камень оказался в воде, потому что, как я уже сказал раньше, главная причина отсутствия бессмертия, наличие смерти, это то, что камень тяжелый утонул в воде, он образовал пороги, и эти пороги иногда это тоже довольно страшные вещи, например, обломки черепов, обломки человеческих костей, то в целом весь миф это разные неприятные образы, связанные с образом раненого или мертвого живого существа, иногда человека. Пожалуй, я на этом остановлю свое повествование по поводу природных мифов, и добавлю очень немного, потому что сама проблема, мне кажется, интересная, но более понятная, добавлю очень немного, а что происходит если пытаются объяснить возникновение каменных порогов с помощью технологии. Значит, я приведу древний славянский миф, который, по-видимому, впервые был подробно восстановлен потебнёй. Знаете, это замечательный украинско-русский филолог, лингвист и специалист по мифологии и поэтике, который очень много сделал, вот большая часть того, что мы потом писали с покойным Владимиром Николаевичем Топоровым, это в сущности было прямое продолжение, иногда просто попытка возродить ряд реконструкций и соображений потебни. В частности, у потебни, а потом у многих, кто ему следовал, реконструируется на основании позднейших славянских мифологических сказок, легенд, разного рода рассказов, такой миф, который объясняет возникновение порогов Днепра. Древние славяне находились в борьбе с существом, которое, видимо, имело облик змея. сложная проблема, я не буду сейчас касаться деталей, но это существо, безусловно, очень важно для понимания индоевропейского того света. По той этимологии, которую мы предлагали с Топоровым, и которая многими была принята в какой-то форме, повторяется и Романом, и Капсоном в его последних публикациях по мифологии перед его смертью. По-видимому, это тот индоевропейский корень, который представлен на названии Елисейских полей, и всем вам хорошо известных древнегерманских, древнескандинавских, в частности, мифологических терминах, которые относятся к тому свету. Опять вот эта проблема того и этого света, смерти, и жизни, это Вальгалла, Валькирия и так далее. То есть греческое Елисейские поля потеряло начальную андегамму, корень был первоначально Вэл, а в скандинавском, соответственно, это Валь. Ну и отсюда прославянское название бога того света, который в договорах русских с греками еще бог, скотий бог, Велес, он же бог Руси всей. Документировано, что он еще один из двух главных богов. Так или иначе, славяне боролись с каким-то таким страшным чудовищем, хорошие боги боролись с плохим и победили, использовав его на благо людям, а именно чудовище дракона впрягли в появившийся тогда первобытный плуг, и этим плугом вспахали большую часть, прилегающую к северному берегу Черного моря, случайно, но моя тема оказывается очень слободневной, но я не имею в виду никаких ассоциаций. Но вот этот дракон, когда вспахивал, он, конечно, не очень аккуратно работал, потому что он камни какие-то вывернул из почвы, эти камни из почвы стали, порогами Днепра. Значит, Днепр вообще это результат работы этого змея, который на благо людям впряжён в плуг, а пороги это дефекты в деятельности этого змея, что похоже на большинство вот этих мифов, где пороги всегда появляются полунечаянным образом, отчасти из-за какого-то зловредного существа. А в данном случае зловредное существо вроде уже было побеждено и должно пахать, но тем не менее пашет таким нехорошим образом, что пороги остаются. Значит, такое впечатление, что это какие-то варианты старого мифа, вот первоначального природного типа, которым добавлено некоторое сравнительно недавно сделанное изобретение. Здесь в таких случаях оказывается возможным соединить то, что Березкин и, скажем, Вицель, которые работают в этом же направлении, гарвардский знаменитый профессор, автор недавно вышедшей книги по мифологии всего мира, вот Березкин и Вицель пытаются восстановить прежде всего природные мифы. А их догадки, которые относятся к очень большой древности, в таких случаях можно соединить с предположениями относительно близкого времени, то есть можно с каждым заняться историей плуга. Есть замечательная книга французская лингвист Одей Кур написал с одним сотрудником книгу об истории плуга, где он показал географию и хронологию возникновения плуга. Понимаете, это вот очень важная проблема, здесь я перехожу к некоторым вопросам методологии, которые я хотел с вами обсудить в конце, если вы не очень еще устали. значит, какой основной метод Березкина, Витцеля, который работает точно так же, как Березкин, и пришел к очень интересным выводам относительно самой ранней предыстории мифологии, каков основной метод? Значит, они работают с картами мифологических мотивов на сегодняшний день. предположение такое, что распространение например, мифов, ну, предположим, вот мифов о зловредных камнях, например, порогах, современное распространение мифов, скажем, наличие таких мифов, как мой керцкий миф о Хошедем, распространение этого по Сибири и Америке показывает нам непосредственно, как по Сибири 17 тысяч лет назад какие-то народы двигались в Северную Америку, потом расселялись на протяжении нескольких следующих тысячелетий по Северной и Южной Америке. Проблема, которая все-таки у меня возникает при ознакомлении с методами этой работы, проблема касается относительной хронологии. Насколько мы можем быть уверены, что современная география более-менее прямо переводима в историческую географию распространения какого-то мотива. в этом смысле вот то, что, скажем, делал Одри Кур, мне кажется более надежным, потому что он исследует технологию сравнительно позднего времени, распространение открытия. Я знаком с Одри Куром, так, довольно интересная личность, гениальный просто лингвист, у него потрясающе интересные работы по древней фонетической истории китайского и вообще тибетокитайских, вьетнамского и других языков, особенно языков океания. Он мне рассказывал, что он лингвистом стал благодаря Николаю Ивановичу Вавилову, нашему великому генетику. Он совсем молодым коммунистом приехал в страну Советов где-то около 30-го года. Знаете, что Вавилов в это время еще задолго до того, как Лысянка начал с ним борьбу и потом его уничтожил. Вавилов был довольно крупным государственным деятелем директором разных институтов и так далее. И вот приезжий французский коммунист Ботаник обратился к Вавилову как к Ботанику с вопросом, как ему заняться проблемой, которой Вавилов посвятил для статьи именно происхождение культурных растений. На что Вавилов ему сказал, что нужно для этого изучить языки всех тех народов, у которых есть интересное название культурных растений, и сравнительное заказание даст возможность восстановить распространение путей доместикации. Что Одри Куры сделал и стал одним из самых крупных французских лингвистов и антропологов. Но я как пример, поскольку я разбираю происхождение порогов в связи с тем, что драконов впрягают вплуг, я касаюсь именно технологической работы Одри Куры. Что мне здесь кажется интересным? При исследовании любого элемента культурного развития, в частности сервисказательной техники, например, плуг, мы в общем встречаемся с теми же вопросами, которые возникают по поводу мифов, и с теми же вопросами, которые отчасти возникают по поводу распространения языковых явлений. А именно вопрос такой, как соотнести данные географии диалектологии, скажем, современных этносов и современных языков, как это соотнести с историческим прошлым. Мне представляется все-таки на основании всех сложных картин, к которым приходит историческая диалектология, что очень редко простое соположение географических данных дает однозначный ответ на то, в какой последовательности совершаются исторические процессы. То есть, на мой взгляд, то, что происходит сейчас в исторической географической мифологии, вот в работах Вицеля и Березкина и других, это все-таки только начало этой науки. То есть, я думаю, что им еще предстоит понять, как именно каждый из таких мифов мог развиваться. То есть, если я прав, если действительно, скажем, миф о наличии порогов как результаты деятельности некого зловредного существа, если этот миф исходно действительно вот такой миф о зловредном существе, то преображение этого в славянском варианте, где появляется плуг, позднее не только потому, что это плуг, но позднее потому, что сама структура мифа все-таки очень сильно изменилась. Осталось то, что это вредоносное существо, но вместе с тем его уже почти одомашнили. То есть, это, как ни удивительно, это одомашненный дракон, который стал домашним животным у праславян. То есть, мы, по-видимому, должны все-таки думать о том, что к исторической мифологии, которая сама по себе очень интересная и важная область, мы должны отнестись как к науке, которая должна создать собственную методологию диахронического исследования, реконструкции тех элементов мифов, которые кажутся самыми древними, и наслоение на это тех элементов, которые не самые древние. ну и в заключение тоже методологические соображения, но которые могут быть интересны и важны для тех присутствующих, кто интересуется не только культурой, но психологией культуры, или культурной психологией, как иначе называл ее Сапир. в какой степени совпадение мифов, ну и разных других проявлений культуры, но сегодня будем говорить о мифах, в какой степени совпадение мифов у разных народов обязательно должно быть результатом распространения мифов, ну скажем, заимствования мифов, или развития тех мифов, которые унаследованы от глубокой древности, в какой степени часть такого рода сопоставлений может быть связана с некоторыми универсальными свойствами человеческой психики. Все-таки мы же знаем, что целый ряд представлений человека о собственном теле явно принадлежит к тому, что наше общекультурное материальное наследие, да, ну, что касается символики тела, как не относиться к Фрейду и к классическому психоанализу, я все-таки думаю, что сохраняет очень большое значение весь огромный материал, который психоанализом после Фрейда накоплен, и который пытался синтезировать Тасс Тиннеман, я в разных своих докладах много раз упоминал его имя, это двухтомник, который дважды издавался, в котором содержится нечто вроде словаря, типа того, что я прошу подумать о возможности сделать с помощью компьютерного анализа моих текстов, вот такой анализ для текстов, которые разбираются в психоанализе, был проделан Тасс Тиннеманом, то есть он составил словарь мифопоэтических употреблений разных понятий, связанных с конкретными частями тела, он сделал это только для частей тела, исходя из фрейдовской концепции, то есть тут может быть много разных вариантов. Значит, я добираюсь до такой, на самом деле, для меня основной темы, которой я коснулся только в самом начале, что меня все это, конечно, больше всего интересует с точки зрения общей проблемы символариума, которым я хотел как-то убедить вас продолжить в конце концов заниматься. Значит, мне представляется, что почти все те элементы, которые могут быть выделены при сопоставлении универсальных совпадающих мифов, оказываются важными для символариума. Для него оказываются важными не только элементы природного ландшафта и очевидным образом все, что связано с частями тела, ну и как вот в моем примере жидкостями тела, ну и другими элементами, которые выделяются в теле. очевидно, что это все относится к символариуму в смысле флоренского, то есть к набору основных символов любых мифологий. Но вместе с тем, по-видимому, перед нами встает очень трудная задача, а именно задача понять, а как унаследованная общечеловеческая психологическая предрасположенность к некоторым образом, к некоторым представлениям относительно своего собственного тела, как это соотносится с историей. То есть насколько мы имеем дело действительно с тем, что там начиная с Африи, переселение из Африки 200 тысяч лет назад. Я сейчас не буду говорить о всяких подробностях совсем новых исправлений, добавлений к этому, но приблизительно 200 тысяч лет назад уже было выселение из Африки. И дальше происходит распространение по всему миру, которое приводит вот к тому, что, скажем, мифы по Березкину в Северную и Южную Америку попадают после 17 тысяч лет до нас. То есть примерно через 180 тысяч лет. Значит, вообще говоря, нужно отметить какие-то периоды на протяжении этих огромных временных пространств. Значит, не просто мы смотрим на карту и говорим, а сразу видно, как все происходило, поскольку происходило на протяжении такого огромного отрезка времени, могло происходить по-разному. Но возникает такой вопрос. Если люди устроены совершенно одинаково, что возможно предположить, как возникающее в позднее время в качестве параллельных событий. То есть насколько, например, вероятно, вопрос, я не даю никакого ответа, насколько вероятно, что современный человек, скажем так, современный ребенок, которого родители повезли в путешествие на туристическом пароходе по Енисею, и он в раннем возрасте впечатлился страшным видом этих красных камней, которых даже моряки боятся. Могло ли ему прийти в голову, что если есть чудовище или чудеса, которые во всех сказках, которые мы детям рассказываем или даже в компьютерных играх наличествуют, не могло ли ему прийти в голову, что какое-нибудь чудовище чудесным образом сотворило эти пороги. И он это расскажет другим детям, и миф опять пойдет от человека, который никаких кетских мифов не знал, не знает никакого кетского языка, вообще не знает о том, что мифы распространяются по миру. То есть в какой степени возможно заново рождение мифологии из некоторых общечеловеческих эмоциональных пристрастий, комплексов и так далее. Если вы не очень устали, то я вам один такой важный пример, который я, правда, в одном докладе недавно излагал, но я думаю, что большинство его не слышало, один важный пример, не связанный с камнями и порогами, хотел бы привести, значит, пример вот на что, на то, что совпадение некоторых символов может быть связано с особенностями нашего мозга в гораздо большей степени, с историей. Есть время еще, буквально пять минут. Ну, я вам начну с очень простых вещей. Выгодский рассматривает то, что он называет высшие психические функции. Вот я написал сейчас для англоязычной аудитории главу в текстбук в таком учебнике по Выгодскому, который выходит в Кембридже. Выгодский классик современной психологии во всех странах, кроме России, потому что если вы в России допросите выпускника психологического факультета, что такое высшие психические функции, он ничего вам толкового не скажет, а в Англии все-таки это требуется от всех, кто занимается психологией. Так вот, Выгодский, разбирая одну из важных психических функций, связанных с математикой, а именно счет, на эту тему говорит, что, конечно, некоторые основы счета общечеловеческие, потому что счет по пальцам есть у всех народов. Знаете, что счет по пальцам есть у одних народов, пальцы загибаются, у других народов пальцы разгибаются, по-видимому, поэтому латинские знаки 4, это 5 минус 1, 9, это 10 минус 1. Ну, а для нас вычитательный прием в нашей технике детской не годится. Мы принадлежим к слагательным народам, а не к вычитателям. А в то, что в Риме это было так, это, между прочим, культурное влияние. Это не собственно римское, это влияние этрусков, потому что вы знаете, что этрусский язык не слишком хорошо понятен, но как раз этрусские числительные хорошо изучены. Они в самих числительных есть эта идея вычитания. Так вот, общечеловеческая вещь – это то, что можно считать по пальцам. Как далеко? Можно сосчитать 10 легко, да? Вы знаете, что по-видимому русское, славянское, скажем, 10, 10 – это индоевропейское D, по-видимому, то D, которое имеет U, U – обозначение вообще двойственного числа. 2 или 2 имеет U как двойственное число, а D – это собственно 2. А сянь – это сатомная форма, то есть с изменением начального палатального кэфса, той формы, ну, по-видимому, проэндоевропейское кемт, из которого легко объясняется английское хэн, немецкое хан. То есть 10, так же, как английское тэн, немецкое цэн, это две пятерки, две руки, да, две руки. Значит, может быть одна рука, одна рука – это английское fist, русское пясть, знаете, за пясть, да, это fist, Fist и five, пять и пясть, пять и пясть, за пясть, это пять, десять это десять. Сейчас выходит у Кошелева в его издательстве английский перевод книжки, которую прошу воспринять как почти мистификацию и фальсификацию. Это Эверетт, миссионер, который много лет работал в Амазонии у племени Пирахан, пытался со своей женой и детьми вместе обучить Пирахан английским или португальским, португальский основной язык в Бразилии, обучить индейцев современным числительным, они отказывались, но они пользовались языком жестов. Он все это описывает как архаику, поведен это совсем не так. С женой он разошелся и после этого рассердившись на жену напечатал книгу, что Пирахан вообще такие полукультурные люди, нельзя их числительным обучить. Так вот, эти Пирахан живут в Амазонии обуваться им незачем. И если Пирахан, который пользуется только языком жестов, у него практически есть только один, один и много. Один он покажет вам один, а много, интересно как, значит, он разут, и поэтому он вам покажет десять пальцев и покажет десять пальцев ног. Двадцать – это предел. А один из туземцев, которому предложили обучиться европейской системе, числительные выучить, он сказал, зачем мне это, это все выдумки белого человека. Мне это очень нравится, мне кажется, действительно очень интересно, что для некоторых народов, ну скажите, а зачем нужно сто тысяч, миллион, надо же иметь достаточно чего-то, что таким образом считать. Между прочим, я могу ошибиться, но мне кажется, что у многих народов именно из-за мифологии появляется необходимость в больших числах, потому что нужно показать, что… А потом так много, что там бесчетно даже, да, но вот идея бесчетности, она не только в науке, но и в мифологии появляется именно из-за предположения. Хорошо, но все-таки если вдруг вы живете, скажем, на Новой Гвинеи, как жил Миклуха Маклай, вы знаете, кто Миклуха Маклай, Миклуха Маклай, улица Миклуха Маклая, да, но он ведь один из богов на острове Маклая до сих пор, да, существует вот боги, как, из кого формируются боги, ну, не только из наших диктаторов, но также из некоторых хороших людей, которые вот изучают древние племена. на Береги Маклай и в других местах Новой Гвинеи, если все-таки людям, ну, для рассказа, сказки или для любой хозяйственной потребности, у них возникают все-таки потребности в современном типе хозяйства, где много животных, много растений и так далее, если им потребуется больше, чем 10 и 20, как им поступить? Все-таки они поступают как их древние предки с помощью жестов, и жест будет такой, мизинец левой руки указывает на какую-то часть, мизинец правой руки, а не правшей, указывает на какую-то часть левой стороны тела, доходят до середины тела, это указание на нос и на рот, и переходят на левую руку, и левая рука дальше считает какие-то части правой стороны, какие, ну, скажем, локоть, плечо, какая-то часть верхняя за плечью, ну, и так далее. Примерно до 70 можно сосчитать таким образом, как будто больше 70, пока мы не знаем, разные племена по-разному, но от 40 до 70 частей тела так выделяются. Это то, что мы знаем про современные племена на Новой Гвинеи. Ну, и что? Вы мне скажете, ну, значит, надо нарисовать карту, как счет по частям тела распространялся. Вот сначала был такой счет, потом такой. А я на это вам отвечу. А каждый из нас, если окажется на необитаемом острове, не будет никакого языка, ну, скажем, туземец к нам приблизиться, не захочет выдумки белого человека знать, нам нужно жестами объясниться с другим человеком. Каждый из нас выработает такой язык жестов. И 70 элементов найдет в себе. Каким образом? Ответ находится в учебнике, который, вероятно, многие из вас не читали, а я боюсь, что всем теперь надо читать такие учебники. Александр Романович Лурия «Нейропсихология» много раз переиздавалась. Вот, значит, я повторяю, что во всем мире эта наука существует как быстро развивающаяся, кроме нашей страны, где она была создана, и в Иготском и Лурии, и, в общем, до сих пор все-таки влачит довольно убогое существование. В частности, мало используется в исследованиях по истории культуры. Значит, что я предлагаю читать? про мозг в данной связи. Я предлагаю вам прочитать параграф, который посвящен такому замечательному явлению гомункулюсу Пенфилда. Значит, гомункулюс, вы понимаете, что это маленький человечек от хому хомункулюс, то есть маленький человечек. Маленький, потому что он существует в мозге. В мозге полного человека изобразить нельзя, это все-таки небольшая часть головы отведена на это. Но все-таки, что можно изобразить в мозге от человека? Значит, изображение это группы нейронов. Каждая группа нейронов, нервных клеток, соответствует какой-то части тела человека. Таким образом, что там отображается, скажем, рука. представьте, вы найдете, если посмотрите этот учебник, вы найдете карту, которую создал знаменитый канадский нейрохирург Пенфилд. Он что делал? Он исследовал структуру мозга своих пациентов, ему было важно не задеть, скажем, операция на мозге удаляется опухоль. Ему нужно удалить опухоль, но не задеть те центры, которые управляют, скажем, правой рукой, потому что она слишком важна. Поэтому он исследует, его ассистент исследует. Ну, подробности я пропущу, скажу только, что это легко делалось, потому что мозг ведь не испытывает боли. Вам трудности только проникнуть в мозг, а операция на мозге идет без наркотиков, без болеутоляющих, и вы можете разговаривать с пациентом. Поэтому вы определите по разговору с ним, что у него в порядке такие-то части тела, и выясните, какие части тела могут быть затронуты при операции. Оказалось, что у нормальных правшей изображения в гомонкулюсе этой руки займет примерно половину соответствующих... Это правая рука, значит, вот левая часть моего мозга занята в большой степени изображением этой руки. То есть гомонкулюс это чрезвычайно искаженный образ человека. Знаете, я сначала был поражен, когда первый раз познакомился. Потом как-то я был в этнографическом музее в Берлине, где выставлены образцы скульптуры изображения людей из разных стран, и поразился тем, что изображение людей греческого типа, где изображается тело церкви, ну, так, как потом в нашей скульптуре, где изображение не гомонкулюс, а хому человека. Это очень редкая вещь. А в большинстве древних культур мы и находим изображение огромной лапы человека, или еще каких-то преувеличенных частей тела. Значит, что огромно? Огромна рука, особенно правая, огромен рот. Ну, грубо говоря, вы потом посмотрите эту картинку, Лури, но, грубо говоря, основная часть гомонкулюса – это кисть правой руки, рот, и очень мало из того, что не относится к лицу и к главной руке. То есть, по-видимому, значит, то, что я вам говорю, это пенфилтат открыл для всех людей, у нас всех. То есть, я начал жестикуляции на Новой Гвинеи не потому, что это только их особенность, они реализовали то, что есть в мозге каждого из нас. Я говорю, что на необитаемом острове каждый из нас выработает такую систему жестов, если это полетим на Марс, вдруг там увидят все-таки кого-то. ничего не можем из нашего языка сделать, будем тогда им показывать жестами. А жестами мы покажем то, что у нас есть в голове. Я возвращаюсь вот к такому вопросу. Правильно ли нам, сравнивая мифологии разных народов, считать, что все объясняется только распространением на протяжении двухсот тысяч лет одного и того же собрания мифов, или в очень большой степени мы описываем природу через то, что мы знаем про самих себя, про слезы и кровь, мы знаем прежде всего потому, что слезы это наша вода из глаза, кровь это наша вода, которая в наших сосудах течет. Верно ли описание всей мифологии мира делать только через сопоставление мифов без обращения к психологии, может быть, без обращения к психологии раннего детства, потому что мифологическое искажение действительности, то искажение, которое требуется, когда мы вносим чудесные существа в нашу картину, оно, скорее всего, в детстве происходит. я сейчас не говорю о людях, у которых необычное развитие психики, но при обычном развитии психики все-таки наиболее искаженная форма природы возникает, конечно, в детстве, поэтому детская психология, ну и психология поэтов, я думаю, тоже некоторая проверка. Я, между прочим, параллельно с тем, что я думал о словаре, где были бы слова типа камень и порог, я думал о том, что интересно было бы сравнить мифологические слова, разных слов их роли со словарем поэтическим. Я думал, скажем, о слове камень, как оно много значит у символистов, например, у Иннокентия Айненского и так далее. То есть то, что сейчас просто все используют термин мифопоэтическое мышление, в какой-то очень большой степени мышление, которое объединяет поэзию с мифологией. И здесь снова возникает вопрос, что мы все-таки видимо должны оставаться на почве реальности, а реальность это прежде всего то, как наша психика преобразует природу, когда о ней говорит. Значит, я предлагаю в круг наших исследований камня, включить исследование камня в мифологии, не только в мифологии, этим занимаются и наши польские коллеги, но тоже включить изучение камня, как он понимается в поэзии, вообще в мифопоэтическом пересоздание природы, а соответственно может быть очень интересно было бы посмотреть и на детей, как это развивается у детей в разные периоды, когда они постепенно ознакомятся с внешним миром, соотнося его внешний мир со своим телом, потому что одна из основных особенностей мифологии, я думаю, что в этом смысле показательное то, что я говорил о слезе и крови, что мифологическое переосмысление это часто переосмысление через собственное тело, больше всего у детей, но потом это может частично оставаться у взрослых. Большое спасибо. Спасибо за субтитры Алексею